ВОЕННАЯ ПАРАД 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 Когда русские и немцы убивали друг друга. Вот прошли десятилетия, прежде чем эти раны заросли, чтобы мы могли спокойно с вами общаться. А украинская власть сегодня делает так, чтобы жители Украины и жители России все больше и больше проникались взаимной ненавистью и недоверием друг другу. Вот вам, как немцу, проще сегодня говорить со мной, как с русским человеком, чем многим украинцам со мной общаться. Они вот живут в том состоянии 75-летней давности ненависти, когда люди готовы были сесть в танки и идти на Москву. Вот чем это заканчивается, немцы помнят, русские помнят, а украинцы, которые воевали на стороне Красной Армии, напрочь забыли, к сожалению. Знаете, я хочу добавить, что надо вспомнить, что было вообще 91-й год. В марте был референдум тогда в Украине и 70% голосовали за суверенитет Украины на состав СССР. И тогда люди голосовали за независимость, мне кажется, и не думали, что будет такой кошмар. Если они знали это, что этот независимость используют националисты против России, против зажигания войны, может быть тогда многие не голосовали за независимость, я думаю. Но я вспомнил апрель 2014 года, когда первые танки шли на Донбассе, я видел с моими глазами на видео, что многие мирные населения своими руками старались остановить танки, украинские танки. Но эти моменты надо вспомнить. И тогда была еще надежда, что можно что-то остановить. Но Порошенко решил вести войну любым способом. Сейчас он говорит, что, якобы извиниться, что он так не хотел, что обещал там войну несколько часов, и якобы он не виноват, что его обещание не было выполнено. Это все очень цинично, и для нормального человека непонятно. Я так думаю. Ульрих, будем, конечно же, надеяться на то, что здравый смысл вернется на территорию Украины, что люди там далеко не все поддерживают таких, как депутата Барна, который хочет идти танковыми колоннами на Москву и воевать с Россией. Это при том, что и украинцы, и русские одни и те же люди, один и тот же народ на одном и том же языке разговаривают. Но вот тем не менее, кому-то очень захотелось, чтобы они друг друга взаимоуничтожали для чего-то или для кого-то, освобождая территорию. Вот очень не хочется продолжения этой войны. И если Порошенко вдруг действительно покаялся, как он цинично это сказал сегодня или вчера, то пусть Порошенко остановит эту войну, но остановит так, чтобы ни один снаряд не стрелял. Мы с вами просто знаем, что опять школьное перемирие начинается с 0 часов 29, по-моему, числа. Но сейчас, прямо сейчас, пока мы с вами говорим, идет тяжелый бой в некоторых местах Донбасса. Стреляют с обеих сторон. Я так понимаю, что украинская армия решила показать, насколько она могучая, чтобы действительно сотрясались, но не в Москве, а в Донецке, в Луганске. Дома тряслись, а дети прятались в подвалах. Вот такая она европейская Украина, которую в том числе и ваша страна поддержала, к сожалению. Хотя мы говорили, ребята, они нацисты, они негодяи. И вот Германия, пережившая нацизм, должна была встать в один ряд с нами и сказать, нет, украинскому нацизму не быть. Это страшно. Это пережиток 30-х годов 20-го века. Беда, что не встали рядом с нами. Вот сейчас мы все вместе расхлебываем и будем, наверное, каким-то образом успокаивать эту страну. К сожалению, только могу сказать, что многие люди, очень, думаю, 90% не знают, например, сейчас идет война в Донбассе, конкретно в этих часах, и я думаю, наши СМИ об этом почти не сообщают. Поэтому, конечно, я знаю ответственность Германии за эту войну, она носит ответственность. Но многие, хочу только для понимания сказать, что многие простые люди это только не знают, эти подробности, они не информированы. Поэтому прошу зрителей, что не злиться на наше правительство, но не злиться на весь немецкий народ, который не совсем информировал. Ульрих, спасибо вам огромное за участие в программе. Вы всегда выручаете, даете свои комментарии. Мы любим вас приглашать и слушать в эфирах. Удачи вам и всего самого доброго. До свидания. Вам тоже всего самого доброго. Итак, дорогие друзья, журналист Ульрих Хайден в Германии в эфире программы «Мнение». Ну, а мы прервемся ненадолго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»